В эфире телерадио компания «Альтекс.Медиа» программа «Момент прозрения» в студии Юлия Скутина. Здравствуйте! Две недели в октябре православные уральцы и жители других регионов имели возможность приложиться к мировой христианской святыне, к мощам святителя Спиридона Тримуфунского, привезенных делегацией одной из древнейших епархий Латской Православной Церкви. Сегодня гость нашей студии, отец Дионисий, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы села Покровское, расскажет о побывавших в храме на крови города Екатеринбурга мощах святителя Спиридона. Здравствуйте, отец Дионисий! Сегодня хотелось бы продолжить тему святых и узнать о тех мощах, которые побывали в городе Екатеринбурге. Добрый день, телезрители! Это великий угодник Божий, который жил в первые, так скажем, становившиеся уже в веках христианства, при равноопознанном царе императоре Константине. При нем утвердилось христианство как государственная религия, перестало быть гонение на христиан. И святитель Спиридон, как и Николай Чудотворец, они жили в одно время, в одном государстве, просто один был в одном месте, другой в другом. Ну, назовем, грубо говоря, один на востоке, другой на западе. И служили в одно время. И оба были на Первом Вселенском соборе. И вот на Первом Вселенском соборе, когда осуждалась ересь Ария, святые отцы осуждали еретика Арии, и дошла очередь до святителя Спиридона. Отцы боялись, что Спиридон не был духовно грамотен, и что мог попасть под ересь Ария. Но Господь целил иначе. Святой старец попросил, чтобы ему в руки дали обычный простой кирпич. Когда он его взял, он его сжал. Снизу пошла вода, сверху пошел огонь, в руках осталась глина, земля. И святитель ответил, сколько свойств? Святители три. А кирпич один. Вот так же и Бог. Бог один, но в трех лицах. Вот так он объяснил просто значение святой Троицы. И победив тем самым еретика Ария. Так же святитель Спиридон известен чудесами. Много чудес, как от Николая Чудотворца. На Руси до революции святитель Спиридон больше почитался, чем Николай Угодник. В честь него в Москве названы три улицы. В честь святителя Спиридона. Но, к сожалению, что случилось непонятно. После революции святители забыли, кто больше стали упоминать Николая Угодника. Или Николай Чудотворец, или святитель Николай, это одно и то же. Чем святой Спиридон. А до революции святитель Спиридон очень почитаем был на Руси. И царский род, и именно почему род. Когда мы едем по святым местам, не говорят Россия, а говорят царский род. В лице царского рода имелась в виду вся Россия. И храм, и мощь святителя Спиридона были под особым почитанием царского рода. И когда мы зайдем в храм святителя Спиридона на острове Корфа, то мы увидим с левой стороны большое желтое пятно. И на нем изображен герб Российской империи. Это указывало то, что это место было под особым почитанием царского рода. Вот как и святитель Спиридон. Россия молилась этому угоднику Божию, чтобы он помогал и берегал. И ходатайствовал пред Богом за Россию. Много чудес. Не так давно, в 20 веке, возле берегов Корфу тонул корабль. И один из моряков, он не умел плавать. Он тоже тонул вместе с этим кораблем. Он только что успел, святой Спиридон, помоги мне крикнуть. И каково было удивление в этот день, жители Корфу, они по обычаю, по правилу, начинают свой день с того, что они приходят к мощам Спиридона, молятся, просят у него благословения, и потом идут на свои рабочие места. Даже ученики, даже дети. И в этот день, каково было удивление, спустя больше тысячи лет его мощи лежат. Пол-три тысячи, если не больше. Спустя столько лет, они не могли открыть раку. Священники думали, что сломались замки в раке. Не могли полдня открыть раку. И все говорят, ну, Спиридона нет, он куда-то ушел. А произошло то, что неподалеку тонул корабль, этот моряк тонул. Когда он воскликнул, святой Спиридон, помоги мне, он потом, впоследствии, рассказывал, что я вот увидел в воде передо мной старца в белых одежде, пожилого человека, который протянул мне руку и вытащил на берег. И этот моряк, мокрый, после воды, прямиком побежал в храм святого Спиридона, поблагодарить его за то, что он его спас. И когда он подходил в храм, ему встретилась по пути женщина, он говорит, может, не бежать, он что, Спиридона нет, рака закрыта, ему бесполезно. Несмотря на это, он все равно зашел в храм, он падает на колени перед ракой, и в этот момент священники подходят, открывают, и рак открылась. И он благодарит Спиридона, когда стали спрашивать, что же такое именно с его приходом рак открылась. И он начинает рассказывать, что произошло крушение, он тонул, он просил. И доказательство его слов, священники обнаружили на тапочках святителя мелкие частицы водорослей. Вот, казалось бы, чудо. То есть, святитель своим телом, невидимо для наших глаз, поднялся, оказался на том месте, вытащил человека со дна моря и лег обратно в свою раку. Каждый месяц на нем меняет облачение. Температура тела у святителя 36,6. Несмотря на то, что он больше тысячи лет лежит. Тело его хаотичное, оно как живое. Руки не застыли, ни ноги двигаются. Каждый раз меняет на нем облачение, тапочки особенно. И тапочки, облачение видно, что оно подтертое, что как будто он ходил, носил и не снимая его. Лицо у святителя, оно сероватого цвета, закопченное за столько лет, как мощи его обретены. Никто из священников не дерзает, не пытается подойти и протереть лицо лик святого. Поэтому как бы оно от пыли, от копоти, закопченное, такое вот сероватое. Одежду на нем меняет каждый раз. Вот эту вот одежду, тапочки, одежду облачения. Люди всегда приходят в храм, ждут, когда священники переоблачат. Это все делится на мелкие кусочки. И как святынька раздается людям. Все берут ее с собой, носят, возят по всему свету, по миру. А вот у нас в храме на крови в Екатеринбурге что побывало? Сами мощи? Сейчас скажу. В Екатеринбург прибыла десница, то есть правая рука, вот по плечу вот так вот, десница святителя Спиридона. В восьмом веке, по-моему, в восьмом веке было принято решение, десница была отделена святителя Спиридона и подарена Папе Римскому в Ватикан. По прошествии много веков было принято решение Папе Римским о возвращении мощей святителя Спиридона обратно на родину, откуда она была взята. А вот для чего происходит такой обмен? То есть Папа Римский – это католическая церковь, здесь православная. Я так понимаю? Да, но и католики, и православные у нас один корень – Христос. У нас одни и те же святые. И римскую кафедру основал апостол Петр. Нашу кафедру русскую основал апостол Андрей. До Третьего Вселенского Собора церковь была едина. А на Третьем Вселенском Соборе церковь уже разделилась на западную и восточную. И вот, несмотря на это, у нас корень стержень один. Мы все равно между собой являемся сестрами церквами. Хотя произошел русского церковь, разделилась на западную и на восточную церковь. Вот, хоть мы и не признаем сейчас римно-католическую, но она все равно является старшей сестрой, мы младшая сестра церкви. Вот, поэтому у нас есть общие святые до разделения церквей. То есть, католики точно так же почитают вот Спиридона и Мфинского? Да, так же, как Николай Чудотворец. Уже мощи лежат у католиков в баре, в городе. И православные христиане приезжают, они же нам не запрещают, мы молимся, кланяемся. Точно так же, как и католики могут молиться к Спиридону. Поэтому в этом ничего плохого нет. Было дано в дар, чтобы, ну, как дипломатия сейчас говорит, дипломатические отношения были налажены. Тогда почему Папа Римский вернул обратно? Ну, посчитав, что все-таки Великая Святыня должна находиться там, где ее место. И знак благодарности, опять, дипломатии, дружеских отношений, он подарил дар именно тому храму, в тот храм, где лежат непосредственно мощи святителя Спиридона. Тем самым он, как бы, оказал услугу такую, что сами мощи, раку никто не повезет, ее не дадут с Корфа. А десницу вот эту, ее могут сейчас возить в разные страны, государства. Вот как сейчас ее привезли к нам в Россию. Вот. Люди могут подойти, привозиться к деснице, то есть правой руке кисти святого. Что могут и спросить люди, обращаясь? Все, что угодно. Это святитель, это второй Николаевич Дотворец. То есть того же чуда? Того же чуда любого. Кто что просит, кому на тот момент, на этот момент, секунду, нужна в том или ином помощь. Да. Или, как говорят, желание загадать, или что-то попросить. Пожалуйста, святой рядом, он слышит, он видит. Для тех, кто... Вот не успели люди приехать и поклониться этим мощам. Не так долго они пробыли в Екатеринбурге. Для тех, кто не успел приложиться, поклониться, могут приехать в наш храм, в Покровск. У нас постоянно хранится частица мощей святителя Спиридона Тримуфунского. Напоминаю, именно частица, не часть одежды, как там тапочек или ризы, а именно частица мощей святителя Спиридона хранится в нашем храме. В нашем храме также хранится частица мощей Николая Чудотворца, Мария Египетская, преподобной матери нашей, княгиня Елизавета Шталова-Паевская, в шахту скидывали Романовой. Потом благоверного князя Александра Невского, Савы Старожевского, Повнутия Боровского. Это сия Россия Чудотворца. Видите, это наши русские святые. И также частица мощей Симеона Верхотворского, он сия Симири Чудотворец Косьмы Боженного Верхотворского и Александра Алексея Льва Красноуфимских. Это новомоченики, исповедники Церкви Христовой. Та же частица мощей хранится Далмата Исецкого и священномученика Константина Маркушинского, чьи мощи лежат в Маркушах у нас. Многие ездят, кто в Верхотворье, они после Верхотворья едут в Маркуши, и там вот лежат его мощи. Живые воочию, что люди могут подойти, посмотреть, прикоснуться, помолиться и спросить помощи. А Константин, он как по интеллимон, ему молятся в основном, уже заметили, благодать имеет, помогать именно в разных заболеваниях. Исцелитель как бы. Также Эспиридон в любых нуждах. Вечерина рассказывает жительнице Корху, что папа ее ушел на операцию. Операция сложнейшая, тяжелейшая, врачи сказали, что не выживет. Но когда началась операция, она в этот момент стояла в храме, не у папы, а в храме у мощей святителя Сперидона и молилась. Прошла операция нормально. Папа, когда вышел из наркоза, он рассказывал, что я заснул, вижу Сперидона, старца. Он меня берет за руку и говорит, иди за мной, вследствие мы должны с тобой перейти вот это озеро и тогда ты будешь жить. Ну, я так думаю, озеро может быть это не, ну, смерть, что ли, так назовем. Что по молитвам святителям Господь даровал ему еще жизнь. И по молитвам его дочери, которая дерзала, просила святителя Сперидона. Поэтому само просище чудотворец, любую просьбу он сотворит, превратить в чудо, даже порой, казалось бы, когда люди разводят руками или медицина, или врачи, или наука, то сюда она получит. Стоит обратиться к чудотворцам. Да, за помощью. Ну, опять, как говорю, как говорит Евангелие, Господь, просите, но будет вам с верой, если верите, то получите, а если нет, то верим с рисинку, с горчичной зерной, значит, получим с этого. Верим больше, значит, получим больше. Если мы не верим, то ничего не получим. В завершение программы мне бы хотелось выразить вам, отец Дионисий, огромную благодарность за столь познавательные беседы. Будем рады видеть вас всегда. На этом я с вами не прощаюсь, а говорю до новых встреч. До свидания. А я напоминаю, что гостем студии был отец Дионисий, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы села Покровское. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok